Новую систему работы внедряет станция скорой медицинской помощи в Екатеринбурге. Возможно, в скором времени все вызовы поделят на экстренные и неотложные. На последние будут выезжать участковые врачи. Сегодня журналистам рассказали, как будет действовать новая система. Разбиралась Анастасия Кондаршова. Новая машина, новый переход. Значит, населки устроены так, что мы можем подойти к больному с двух сторон. В этой карете скорой есть все, чтобы спасти самого тяжелого больного. Правда, уже непосредственно на вызове вся эта медицинская роскошь может и не пригодиться. Ведь вместо умирающего на месте может оказаться пациент с легким недомоганием. В бригаде скорой сегодня нередко приходится выполнять роль участковых врачей. Скорая, 4, слушаем вас. Алло. В диспетчерскую поступают самые разные звонки, за полдня их уже 500. Среди этих вызовов большинство хронические заболевания. А на выезд бригады отправляют из оперативного отдела. На связи сразу с 20 бригадами. На мониторах интерактивная карта. Видно, где находится машина и чем занимается. Зеленый цвет бригада освободилась. Оранжевый – врачи на вызове. Допустим, в квартире. Бирюзовый – машина уже везет пациента. Кроме цветового изображения бригады, чтобы было удобнее, они еще постоянно обозначены цифрой, буквенным кодом. Вот видите, состояние бригады. То есть, здесь меню увеличивается. Номер бригады, госномер автомобиля, профильность бригады и ее состояние. Добраться до места скорая должна за 20 минут. Но сейчас уложиться во времени не всегда получается. Причина даже не в пробках. Скорые просто перегружены звонками, чаще несрочными. Очень скоро будет четкое разделение на экстренные вызовы и неотложные. Всяческие недомогания к последним как раз таки относятся. Кабинеты неотложной помощи создадут в поликлиниках. Ездить на такие вызовы будут участковые. А определять срочно диспетчеры скорой будут сами, задавая по телефону как можно больше наводящих вопросов. Диспетчер будет пациенту говорить, к вам выйдет не скорая, а врач отделения неотложной помощи при поликлинике. Звонить пациенту никуда больше не надо. В электронном виде этот вызов будет передан в территориальную поликлинику. И в режиме онлайн в течение нескольких секунд уже отделение неотложной помощи увидит этот вызов. Приехать на место такие неотложки будут обязаны в течение двух часов. Медики уверены, это поможет разгрузить работников скорой. Правда, есть опасность, что теперь по телефону пациенты будут приукрашать свою болезнь тяжелыми симптомами. Анастасия Кондрашова, Александр Плюснин. Информационная программа «День». Екатеринбург.